Стёпушка, давай, помаленьку, никаких резких движений, чтобы Ритка не свалила с тебя, давай, 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 Ритка без сознания у нас просто на Стёпе сейчас передвигается, мы еле как её затащили. Стёпушка, давай, 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 за мной, не петляйся там сзади без дела, давай, келей не Ветрянкина, и сейчас жёнушку туда твою затащим, она там даст ей на шатырь какой-то понюхать, я не знаю, что надо делать с теми людьми, которые сознание потеряли. Давай, давай, Стёпушка, мелкий, ты их там подгоняй, если что, вот сюда, вот здесь, опа, уже дверь открыта, уже нас, наверное, все ждут, здравствуйте, Лена Ветрянкина, давай, давай, Ритка, слезай, если ты нас слышишь, сейчас на койку ляжешь. Ага, потихонечку, потихонечку, Стёпа, иди погуляй, мелкий, иди займи чем-то Стёпу, чтобы он никуда не убежал. Давай, Ритка, давай, на коечку, на коечку, на коечку, Лена Ветрянкина, быстро надо помощь! Ритка, на эту койку, на эту, слева, слева, вот туда, давай, 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 забегай, ложись, и всё. Криво ты, конечно, легла, ну ладно. Да задница тут произошла, в смысле, что такое? Шандарахнулась просто в обморок, башкой стукнулась об камень, я не знаю, мы её ели, как, затащили на Стёпу, затащили Стёпа, ели, как её сюда довёз, она, вот, смотрите, вот, посмотрите, как она на кровать-то легла. И у меня паника, и у Стёпы паника, и у мелкого паника, мы не знаем, что делать, вылечите её как-то там, на шатыри, дайте, дефибриллятор там куда-то, укол в почку куда-то, я не знаю, что там надо делать с этими людьми. Всё, я спокоен, я спокоен, извините, просто перенервничал после предыдущей серии с Бабой Ягой, я спокоен, всё. Так, сейчас мы разберёмся, так, лечить её, я, я сейчас приду, сейчас приду. А я вижу, вам двоим там весело, да? Так, может, Стёпа, мы тебя не будем обратно в человека превращать, тогда, может, ты ослом не останешься тогда до конца жизни, если тебе весело, не? Не-не-не-не-не, ага, ага, вот мелкий, допустим, не против. Мелкий и рад на тебе кататься, с тобой играться. А зачем ты седло-то с него снял, мелкий? Ладно, пошлите. Надо поддержать Елену Ветрянкину, надо поддержать Маргариту Степановну. Чё с ней? Скажите, что она будет жить, Елена Ветрянкина. Что произошло? Объясните. Так, давайте по очереди. Мы пошли в тот дом за городом, про который ты нам сказала. Вот этот старый дом с бабулькой. Там вот эта бабка Ёшка, или как её там звали, бабуля Евпатия, чё-то такое, она нам дала зелье, вот это, которое сейчас у меня в руке. Но Стёпа, который муж Маргариты Степановны, он очень сильно её испугал. Она испугала Стёпы, поэтому она бросила какое-то другое зелье в Стёпу, и Стёпа стал ослом. Вот это Стёпа. Я ничего не понимаю. Какой Стёпа? Какой осёл? Ну, вот. Вот этот осёл, который перед вами, вот, это Стёпа. Это муж Маргариты Степановны. Вы меня за дуру держите. Какой Стёпа? Ядрить-колотить. Какие же вы непонимающие. Стёпа, поздоровайся с ней, чтобы она поняла, что это ты. Ленка, ты чё, дура? Это я, Стёпа. Просто во сне. Ну вот, видите? Боже мой. У нас ещё один человек в обморок упал. Стёпа, чё ты с людьми-то делаешь? Иди на улицу. Выйди на улицу. Иди туда. Стой там. Елена Витренкина, вставайте! Хватит в обморок падать. Вы, наверное, в жизни не такое видели. Ну, человек-осёл, чё с этого взять? Вылечите, пожалуйста, Маргариту Степановну. Ядрить-колотить. Мы пришли за помощью в больничку. А больничка уходит от нас на койку. Да, как я понимаю. Мелкий, разбуди её. Вот это, пожалуйста. Стёпа! Ты тут стой, охраняй. Ритка, ты хотя бы ляжь нормально. У тебя ноги в этом стене застряли-то, а? Давай, развернись немножко. Вот так ложись. Всё, молодец. Мы тебя вылечим, не переживай. Мы Стёпу вылечим. Только проблема в том, что у нас как бы одно превращающее зелье. А вылечить надо и Франкенштейна, и Стёпу. То есть одно зелье на двоих. Я не знаю, нам или выбрать надо будет кого-то из них. Или я смогу сразу всех вылечить. Всё будет хорошо. Лежите здесь. Один денёк, два. Вот полечитесь. Всё будет замечательно. Мелкий, ты буди уже эту Елену Ветрянкину. Стёпа! Иди сюда! Иди сюда! Напугай Елену Ветрянкину, может она встанет. Всё, встала. Всё, молодец. Это Стёпа, ознакомьтесь заново. Это Стёпа, это Елена Ветрянкина. Идите, пожалуйста, лечите Маргариту Степановну. Я не знаю, капельницу ей там поставьте. Всё, всё будет хорошо. Вы чё, маньяка из больницы выписали, что ли? Он чё, вылечился? Подожди. Мы когда сюда забежали, он здесь был. Его нет, Стёпа! Он пропал! Кого нет? Маньяка нет. Арсения Гонщика. Ядрённый корень. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Он уже убежал, наверное, за 90 километров. А, нет, не убежал. Арсений! Ты же в курсе, что ты ходить не можешь? Тебя ноги отказали после того, как Стёпа тебя на машине сбил. Арсени... Арс... Арс... Арсеничик! Обратно разворачивайся, маньячочек! Обратно в палату! Вот... Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Вот туда-да-да-да! Вот туда! Спускайся сейчас вот сюда! Ага! И обратно в больничку! Надо будет связаться с бомжарой, учитывая то, что маньяку уже, как я вижу, намного легче, но он ходить не может, чтобы бомжара его в тюрьму отправил. А то он в любой момент может отсюда сбежать. Давай-давай-давай! Вы, Лена Виталькина, тщательно следите за Арсением Гонщиком, а то, видите, он уже ползать может. Ребёночек наш вот этот ползает! Ой, утипути пару месяцев! Да, маньячки! Затаскивайте его на койку! Так, пацан Тре! Мелкий сюда, быстро! Стёпа, мелкий! Одно зелье на двоих! Мне кажется, Стёпа может до конца жизни оставить ослом, а вот Франкенштейна нужно превратить всё же вот в этого, в человека. Стёпа, согласен? Да. В смысле, нет, не согласен? Я не спущу с них глаз! Всё будет хорошо! Можете идти! Спасибо вам большое, Лена Виталькина, за то, что подсказали и бабульку со своим зельем, и то, что сейчас слечите вот эту Маргаритку Степану. Но только с маньяка, пожалуйста, не спускайте глаз твой. Видите, то, что он незаметный. В любую секунду может отсюда выкарабкаться. Всё, давайте. Пошли, мелкий! Пошли, Стёпа! У нас осталось сегодня ещё одно незаконченное дело. Надо превратить Франкенштейна в человека. Добрый день! Добрый день! Как поживаете, молодой человек? Всё хорошо! Ну это и замечательно! Ну что, по центре? Момент истины, да? Короче, сейчас заходим, хотя нет, подождите, а если он увернётся, если я зельем не попаду в Франкенштейна, и если оно промажет, тогда получается, что всё это зелье я зря, да? У бабки ёшки получал. Но перед этим жизнь ютубера есть жизнь ютубера. Про это забывать нельзя. Я сейчас гоняю быстренько за камерой. Надо за баба. Здорово! А ты чё дома? У меня? А где Алёнка? Я же вот это, я же сказал, за Франкенштейном следить. Дома сидит, прохлаждается. Вот это... Да, я не знал, я только сейчас проснулся. А чё медь теперь только сейчас проснулся? В прошлой серии сказал, чтобы Ванчос следил за Франкенштейном, чтобы он никуда не убежал. Он дома сидит, пердит, ничего не делает. Ладно, всё, пошли, Ванчос. Пошли. Так. Мелкий. Держи камеру. Устанавливай. Степан, подойди сюда ко мне. Встань, встань возле меня. Встань. Ванчос, ты иди там, помогай мелкому. Мелкий, ты будешь оператором. Ставь камеру. Подойди сюда, Стёпка. Подойди, подойди. Ты чё удумал? Ну, как я говорю, всё же, ну, мне надо записать ролик. А ты говорящий осёл. Надо удивить подписчиков. Такое не каждый день встретишь. Мне кажется, даже не каждый миллиард лет встретишь говорящего осла. Ты чё, идиот, что ли? Я не буду ничего говорить. Так, в том-то и прикол, Стёпа. Ты просто возле меня сюда встань. Чё-то там поматерись, говори. Вы идиоты там, превратите меня обратно. Я в человека, та-та-ра-та-та. Ну, типа, что-то вот такое поговорим. Мы просто с мелким запишем на камеру, и всё. Нашли здесь клоуна, что ли? Да, ну, нет. Говорящего осла. Превратите меня в человека обратно. Мелкий он начинает бомбить. Запускай эту шарманку. А то одному нос откушу. Другому пятку отгрызу. Иии, дорогие подписчики, ребята, здравствуйте. Сегодня мы берём интервью у этого загадочного молодого человека ослаб. Молодой человек-осёл, скажите, пожалуйста, что-то. А, молчать, да, удумал, Стёпа? Ну, тогда, Стёпа, я тебе по секрету скажу на ушко. Ритка, вот эта Маргаритка, твоя жена, страшная, как Вторая мировая война. Ты чё сказал, хрыщ бородатый? Вот видите, говорящий осёл, говорящий осёл, который обижается на меня за то, что я его жену, я его жену назвала вот эту страшной. Ну, вот видите, Стёпа, ну чё ты обижаешься? Ну, немножко страшная. Ну, как бы, ну, возраст берёт своё, как можно сказать. Ну, сколько ей уже там? Ей уже почти за 60. Ну, а чё ты хочешь сказать? Ну, вот сюда подошёл, трус, ты чё, от осла убегаешь? Боишься? Ну, как бы, белки, снимай, снимай на камеру, снимай, Стёпа, бери камеру в руку, бери камеру в руку. Стёпа, ну, тут, стой, 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 стой. Это всё ради контента, ты же понимаешь, что я тебе говорю, это не всерьёз. А с вами была передача «В мире животных». Спасибо большое за просмотр, не забывайте, не застой, стой, не забывайте на канал подписываться, чтобы видеть больше говорящих ослов. Всё, Стёпа, это, это только ради видоса, всё. Я должен был это записать. Завтра я опубликую этот ролик на канал, и я уверен, что он там, ну, пару миллионов просмотров точно наберёт. Учитывая то, что, как бы, осёл говорит, не. Разбогатеем только с этого ролика. Ну чё, Ванчос, прикрывай нам спину. Мы идём превращать Франкенштейна. Настало время узнать, Геннадий это Петрович или не Геннадий это Петрович. Вдруг маньяк нас вообще обманул. Открывай эту шарманку. Франкенштейнчик! Выходи! Мы тебе вкусняшку принесли! Оборотное зелье! А где он, чёрт, его бы вот это побор... Франкенштейн, ты думаешь, мы тебя не видим, то что ты убегал? Подожди, а как он, а как он, где он спрятался-то? Ты смотри, чё он здесь себе нычку сделал из этих ящиков и... Ага. Вы видите то, что ему, в принципе, без разницы, он на нас даже внимания не обращает. Пацаны, уйдите, 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 я с ним погорю. Геннадий Петрович, я знаю то, что ты там внутри. Ты услышь нас, пожалуйста! Мы хотим тебе... Мы помочь тебе хотим, вот зелье в руке развернуть. Пошли в гараж, пошли в гараж, пошли в гар... Он, не, вообще без разницы. Пошли к нам в гараж туда, мы с тобой... Ладно, тогда секретное оружие. Пацаны, сюда. Геннадий Петрович! Вы, я жена, бабзин. Ее маньяк убил. Этот маньяк, который тебя превратил вот в такого, он ее... Кокнул. И мы ее несколько недель назад похоронили. Я знаю то, что ты нас слышишь. Я знаю то, что Геннадий Петрович остался там еще внутри. Если да, разворачивайся и пошли медленным шагом обратно в гараж. Мы тебя превратим обратно в человека. В память о погибшей твоей жене. Пошли. Я знаю то, что ты нас слышишь. Давай, 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 пацаны, ведите его. Сюда, сюда, Геннадий Петрович. Идет! Реально идет! Значит, план мой сработал. Значит, все же это Геннадий Петрович там внутри сидит. Так. Сейчас мы его затащим в гараж. Надо, надо сюда, сюда, сюда. Вань, Ванчес, просиди за ним, чтобы он пошел. И ты, Степа, тоже просиди. Короче, мелкий, смотри, что мы сейчас с тобой делаем. Сейчас загоняем его в гараж. Надо его запихнуть вот сюда. В эту яму. Давай мы с тобой сломаем вот эту лестницу. А то вдруг, если он здесь будет ходить по гаражу, я просто промажу вот этим зельем и все. И не смогу у него им попасть. Давай, давай, давай. Ведите, ведите сюда голубка нашего 200-килограммового. И сейчас главное его толкнуть сюда, в эту яму. Мелкий, толкай, 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 толкай. Зачем, попинай его. Степа. Опа. Ты смотри сразу, как приуныл, как только про бабу Зина услышал. Так, ну все, настал момент есиный. Все, все расступитесь. Степа, назад. Мелкий, назад. Насчет. Раз. Два. Три. Я бросаю зелье. Эй, стоп Че такое, Степа? Вы про меня не забыли? А Да Ну, я надеюсь, тогда зелья хватит на двоих Ну, тогда прыгай туда, к Франкенштейну Мы сейчас сразу вас в двоих превратим Давай, в яму Вы с ума сошли, я к нему туда не полезу У тебя есть другой вариант Ну, значит, я тогда бросаю зелья И все, до свидания До свидания, жизнь охранника Да здравствует жизнь осла Стоп Ладно, полезу Ну, давай, прыгай Давай, давай, давай Все, пацаны, давайте, выходите, выходите, выходите Все сюда, все сюда, мелкий Раз, два, три Закрывайте Ждем Ждем и молимся все вместе, чтобы сработало И на Степу, и на Геннадия Франкенштейна Вумена Ванчос Открывай двери Ты, мелкий Рогатку на готовую Геннадий Петрович Иди сюда, иди сюда Обниму Геннадий Петрович, иди сюда Геннадий Петрович, иди сюда Обниму Ванчос, мелкий Догонять ее, чтобы он не убежал Иди догонять Степа Степа Степушка Здравствуйте Иди сюда Ты при... Вы че нафиг С ума сошли Что один, что другой Куда разбежались-то Гараж мне сломали Мелкий Ваня Ты че не побежал За мелким-то Он убежал Мы не смогли его догнать Сорвался Геннадий Вы видели Он зато превратился В человека И Степа тоже Значит, бабка ешка Вот это Работающее зелье Нам дала Мелкий Давай за мной Давайте, давайте Сюда за мной Степа побежал В эту сторону Возможно, он Хотя бы не успел Убежать И где-то вот сюда А, вот он Вот он На горе там прыгает Все, давайте Быстро забирайтесь На гору сюда Степа Степа, это мы Степушка Ты в своем уме там Иго-го Степа, какое Иго-го Иго-го А А он, походу Слишком долго В теле Ослаб Пробыл У него Сейчас вот эти Воспоминания Ослиные Остались Ему нужен Отходняк Давай, Иго-го Давай, Степушка Домой Давай, давай Пошли Там Маргаритка Тебя ждет Там по Иго-го Коешь, вот это Давай, попрыгал Попрыгал Ослёнок Мой Давай, давай В больничку Дурдом Ядрить Колотить Давай, давай Ванчос Веди 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 Геннадий Петрович Вернулся Субтитры